День защиты От детей Эх, погодка А, зима Эй, пацан Пацан, что у тебя в руках там, а? Это ж граната Это граната, пацан Ты что делаешь? А ну, брось ее Брось гранату, я тебе говорю Эй! День печати в паспорте День культуриста Что это такое? Я спрашиваю Что вот это вот такое? Дай сюда Нет, дорогой Так дальше дело не пойдет Надо увеличить нагрузку Да не надо Надо, ну не надо Надо, Люба, надо Давай День бомжа Здравствуйте, уважаемый Здрасте Мэрия нашего городка Узнала о тяжелых Жилищных условиях В которых вы проживаете О том, что живете в тесноте В грязи В холоде И решили вам предоставить Новое просторное жилье Пожалуйста С новосельем вас С праздничком! С праздничком! С праздничком! Каким? Разберемся Праздничком! нашего городка. Алло. Алло. Валентин Петрович. Да, Валентин Петрович. Что у вас по повестке дня? Валентин Петрович, значит, вчера у нас была комиссия по переименованию улиц. А завтра? А завтра по переименованию памятников. А сегодня? А сегодня что быстро? Переименование и праздник. Илья Львович докладывает по переименованию праздников. С ним, с ним. Переименовываем. Так, переписываем комментарий вперед. Смотрим. Так, 14 февраля. Чего? Февраля. День Святого Валентина. Ну и кому он может? Тихо, тихо. Тихо. А если это в честь 225-17-48? Это кого это? Ну, Валентина Петровича. Давай тогда так и назовем. День Святого Валентина Петровича и супруги его святой Татьяны Пафнутины. С Татьяной Пафнутиной накладочка. Какая? Накладочка. Ну, что ты не слышал? Какая она святая? Ну, какая разница? Ну, святая, ну, не святая. Главное, чтобы Валентина Петровича была приятна. Так, что у нас дальше? Дальше, дальше, дальше. День работника торговли. Не может быть. День работника торговли – это нонсенс. Где ты в торговле видел хотя бы одного работника? Ну, одного-то я видел. А тогда так и напишем. День одного работника торговли. Да здравствует день одного работника торговли! Трубли! Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, мужчина, что я у вас хотел взять? А дайте мне вот-то ей селедки холодного копчения, а-то ей. Два килограмма. Два кило? Ага. Очень хорошо. Два кило. А это у вас гирьки по пятьсот? Да, каждая гирька по пятьсот. Ага. Так, два кило. Два кило. О! О! Хорошо. Два кило. О! Два кило. Рама. Маленькой такой рыбки, маленькой. Контрольная закупка. Ага. Так, значит, это мое удостоверение. Не надо, не надо, я вам полностью доверяю. Я вам полностью доверяю. Я вам доверяю полностью. А, хорошо. Значит, посмотрим, как вы тут химичите. А я знаю, как дырок насверлили в гирьке. Дырочки какие? Взвешиваем. Взвешиваем. Первая гирька. Четыреста двадцать пять. Да. Всё. Вторая гирька. Четыреста. Четыреста. Семьдесят. Семьдесят. Третья гирька. Четыреста шестьдесят. И четвёртая. Четыреста восемьдесят пять. Пять. Да. Да. Совершенно верно. Не получается? Два кило. Не получается. Будем акт составлять. Подождите. Шаг. Какой акт? Что же акт? Акт. Я вас умоляю, не надо никаких актов. Давайте сейчас все проверим на калькуляторе. На калькуляторе? Да, пожалуйста. Пишите. Пожалуйста. Четыреста шестьдесят. Нет. Четыреста двадцать пять. Четыреста двадцать пять. Первая гирька. Прибавить четыреста семьдесят. Да. Плюс четыреста шестьдесят. Плюс четыреста восемьдесят. Плюс пять. Пять. Равно две тысячи. То есть два кило. А как? Так. Странно как-то. Да? Да. Ну, извините. Для чего? Странно. Это не может быть. Может. Странно. До свидания. До свидания. Что-то я ничего не понимаю. Странно это как-то. Странно. Странно. Что странно? Странно. Как будто нельзя и в калькуляторе дырочку просверлить. Восьмое марта. Да. Ну, восьмое марта это понятно. Международный женский день. Ну да. А что будет после Международного женского дня? Международная женская ночь. Очень хорошо. Да здравствует Международная женская ночь. Петрович! Оу! У тебя клюет. Не, не клюет. И у меня не клюет. Хорошо сидим? Ага. Опаньки. Эх, хороша рыбка. Ух, хороша. Ой! 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 Это я. Отпусти меня, старче. Ага. Сейчас. Еще чего? Отпусти. Отпусти. Я выполню три самых заветных твоих желания. Эх, родная моя. На хрена мне три твоих желания. Я уже после первого желания сразу же засыпаю. О, смотри. 21 марта. Угу. 21 марта. В этот день родился великий русский композитор Модест Петрович Мусоргский. Угу. Значит, пиши. 21-го у нас будет день милиции. А при чем здесь милиция? Мусоргский композитор Мусоргский. А так вот, как-то музыка на левую. Да? А вот день по границе, я бы вообще отменил. Как это можно? Ну как? Ну они же что будут делать? Они же праздновать будут? Да. Праздновать. Ну ты сам подумай. Ну что, будут пить-то, читать, гулять по границе? А граница на запоре. А, тогда так и назовем. День запора. Вот. Да здравствует день запора! Ну что, Газманов, впервые заступаешь на охрану границы? Так, слушай, товарищ подполковник. Буду Россию охранять. Значит так, тут участок ответственной, понимаешь. Контрабандисты ходят. Как это, водку носят, там сигареты. Наркотики килограммами таскают. Что делается, а? Да. Так что у тебя, в общем, задача-то простая задача. Значит, контрабандиста обнаружить и задержать, а контрабанду конфисковать. Понял? А, а как? Ну как, стой, кто идет? И автомат покажи. Понял? Так. Да. Разрешите? Давай. Есть. Ты понял, Газманов? Главное, автомат покажи. Разрешите, товарищ подполковник. Да, да. Извините, конечно. Разрешите доложить. Ой, хорошо. Фу. С поставленной товарищем подполковником задачей рядовой Газманов справился. Пожалуйста. Что это такое? Ой, простите, товарищ подполковник, пакетики забил. Пакетики, еще один пакетик где-то. О, 1, 3, 4, 5. Я спрашиваю, что это такое? Товарищ подполковник, что я виноват? Он сказал, что за один автомат он больше не дает. Слушай, знаешь, пацаны, мое любимое место играет. Играет на морозе, на морозе играет. Это же люди искусства. Ну, правильно. Слушай, кстати, вот с тобой вообще о работе к искусству как-то позабыли. Да, надо людям тоже какой-то праздник придумывать. Вот надо. А я придумал, какой день пол-литры. Да ну, ну при чем здесь пол-литры? Ну как? Как? Художник, он как рисует? Он берет пол-литру, об этом рисует. Да нет, да не пол-литра он берет, а по-литру, по-литру, по-литру. Нет, 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 нет. Это знаешь, извини, это кому сколько надо. Кому пол-литру, а кому и по-литру. Да здравствует день пол-литры. Ой, плохо мне одна и девяшенька. Ой, уехал мой царь, батюшка, господин мой, одну меня оставил. Ой, же ж, плохо же, женщине одной. И никто же не слышит ее, а муж на войну уехал. Слушай, царица, слушай, царица, ты одна? Одна, батюшка добрый молодец, совсем одна. Слушай, а где наш царь-государь? Или как народ говорит, отец родной, где он? На войну уехал, земли воевать уехал. Вот и ну. А когда будет? Ну, кто же узнает, когда он будет? На войну уж уехал, может и совсем не будет. Ну, завтра точно не будет? Да, не будет. Точно не будет? Ну точно, ну вот так и не будет его, не будет, а что? Ну, царица, как говорится, будем жить по дождям. Художник Глинка. Жизнь за царя. Я просто думаю, что надо какой-то праздник придумать такой, знаешь, вот просто, чтобы люди могли просто отдохнуть, просто расслабиться. В конце концов, я не боюсь этого слова, просто взять и дать банку. Ну, что, ты сказал дать банку? На банку. Ну, спасибо, у меня есть слово. И назвать этот праздник День спонсора. Браво! Браво! Да здравствует День спонсора! Спонсор программы «Городок» компания «Браво». А вот 9 июля Биллу Клинтону исполнилось бы ровно 55 лет. Ну, если бы у него день рождения был 9 июля. Фу. Тогда. Ну, а что ты хочешь? У замечательных людей всегда что-то вот, ну, не так. Да здравствует День замечательных людей! ДЗЛ! Леонид Ильич Брежнев большое внимание уделял культуре. Однажды он даже зашел в Большой театр. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я сяду? Ага. АПЛОДИСМЕНТЫ Что у меня что, такое? А что, что, что? Что? А что это такое? А? Где? Нет, ты у нас кто, Петрович? Ты у нас директор оперного театра. Да. А что это за опера? Никто же не поет. Так это балет, Леонид Ильич, это балет. Что, что балет, я вижу. Что, они немые, и никто спеть не может. Ну, так вышло. Вышло плохо. Что это за балет? Прокофьев, Ромео и Джульетта. Это кто? Это вот как раз Ромео. А эта женщина кто? Это Джульетта. А не понимаю, а где же Прокофьев? Да здравствует день рекламы! Ну что? Пропало желание. Нужно было вовремя заплатить налоги. Вот тут сосед заходил, так он, судя по всему, налоги вовремя заплатил. Слушай, мы же один очень важный праздник пропустили. Практически важный. Какой? Ну, праздник мира и дружбы между народами. Да, очень хороший праздник. Вамечательный. Но длинное название не поместится. Ты пиши, пиши, все поместится. Не по лестнице я говорю, но вот за мир и дружбу, и дружбу между, ну вот не поместилось. За мир и дружбу между нар. Между нар? Между нар, между нар. Ужас. Это что ужас? За мир и дружбу между нар. Ура! Ну что же это творится? Не знаю, нет, не понятно. Как это может быть? 56 квадратных, смежная. Ну и что же у нас евроремонт? Что, они хотят две. Одна двухкомнатная, одна однокомнатная. Мне это непонятно, слушай. Здравствуйте. Как? Непонятно. А меня к вам послали. А зачем? Ну, сидит он с вами. Я сегодня не принимаю. Что? Ну так а как? Так. Как это может быть? Присаживайтесь, извините. Спасибо. Ну а как будет, мой, вдвоем, как это может быть? Ну я не знаю. Ну физически как? А вы себе представьте, я не знаю. Ну это невозможно, вы не обижайтесь, как это может быть вдвоем. А что они думают себе? Ну как это может быть? Как это может быть? Как это вдвоем? Непонятно это совершенно. Начальник! Начальник, откройте! Начальник, ну вы не обижайтесь. Ну что вы себе позволяете, а? Ну люди добрые, ну что же это творится, и богу, а? Ну как, это же беспредел какой-то. Как-то можно на мои шесть метров кого вы ко мне прислали. Ну как мы поместимся здесь? Где логик? Ну как нам быть? Сами решайте. Ну что это такое? Сами решайте. Ну все, давайте сейчас сами решим. А что нет? Давайте. Сами решим все. Сами решим. Сами решим. Сами решим. Сами решим. Ну давай. Третьим будешь. Как это? Ты третий. Как это третий? Так двоих-то я уже. Полиция, полиция! Как говорят у нас в городке, дал бы бог день, а праздничек к нему мы придумаем. И правильно говорят. Ведь для праздничка что нужно? Чтобы в карманах что-то было, чтобы в магазине что-то было, и чтобы в продавщице что-то такое было. Особенно в продавщице. Как праздничек? Ничего? Скромно. Скромно? Конечно. Ну я вам другое. У каждого свой праздничек. Вот у меня отвезет праздничек. Ну что? Устроил мой муж. Бывает. Ну, вы знаете, бывает. Я ведь, между прочим, не просто так замуж вышла за американца. Думаю, парень надежный, не пьет, все будет нормально. Абсолютно совершенно такой же идиот, как, простите, наши мужики. Международная слабость. Абсолютно. Да, международная слабость. И выпить, и подраться. Как человеку стон накрыло, все. Ну, просто. Понимаете, так обидно. Ну, мало того, что он вообще спер все мои шмутки. Вот я вынуждена прийти. Я сегодня, кстати, первый день здесь работаю. Ну, вот вынуждена как-то выкручиваться. Я, конечно, могу, как это делается в торговле, про динамику, кого угодно и не делаю. Но я не хочу. Давайте я чисто по-человечески, просто вот, я немножечко вас обвешу. Или немножечко неправильно вам дам сдачу. Запросто. Просто не заметишь. Да, вот, вы просто не заметите. Значит, я вам должна дать 6 тысяч сдачи, а я вам дам 5. Нормально. Можно я вас поцелую? Ну, только. Ну, в щачку. Заходите. Это вы знаете, нашлась я уже идиота. Отметили на праздничке. А надо было по-могу сдачи. А я ж не умею. Я девушка хрупкая. Вы знаете, давайте я вас обсчитаю. Так вот, по-человечески. Можно, можно. Обсчитайте меня. Давайте мне еще 6 тысяч. Это считается, что вы обсчитали. Ну, и все, да. Я думаю, холодная. Ну, вам спасибо за то, что вы меня поняли. Вы же понимаете, это не всегда так это просто. Вам не жалко? Что? Вот то, что я вас обсчитала. А это его деньги, это не мои. Сколько не жалко? Мне как разница. То есть вам совершенно все равно, сколько заплатится? Сколько скажу, столько и заплатите. Да? Договорились. Что там? Сколько дожди? Ну, хорошо, значит. Стоит этот... Тарам-тарам. Так, с вас. И все мне. Сдача нужна? Как вы считаете? Да, сдача нужна. Какой сдача? Может, неправильно там. Почитать или не початать. Да, я считаю, что вы мне передали даже. Можно я вас поцелую? Что, да. Можно или нет? Нет, на работе мы с ним. Я с тобой уже на работе. Могу я вас совершенно официально? Чуть-чуть обвесить. Так, пожалуйста, я туда даже не смотрю. Правда? А как? А чего? Ну, ради бога, отвешивайте. Раз надо, значит, надо. А почему разберутся? Выбрала себе придурка американского, который... Каждого своя планита. Который вот таким образом меня и разукрасил. Бывает. А как вы смотрели на то, что я вас слегка обсчитаю? Пожалуйста, пожалуйста. Завтра с тобой? Что у вас? Да. Как зовут? Меня Сергей, да. Сергей, да? Ну, Сергей, приходи, я вот здесь буду. Знаешь, если я тебя обвешу, то честно. Я тебя всегда предупрежу. Ничего? Не, не в этом. Да мне еще жалко, что это какая-то. Жить все хотят. Да. Да. Что ты? Придешь в доме, все, все, все. Ну, потом поговорим, поговорим, завтра. Сейчас выпей, человек. Сейчас я выпью. Ну, с вами. Сережа, что они тебя так напрягают? Нормально. Слушай, Сережа, давай я тебе дам рудки. На халявку. Бесплатно, давай? Да, да. Главное, не обращай внимания, она так чуть-чуть с дужком. Ну, она отличная. Классная, классная. Зато за нашу дружбу, да? Пошли они нафиг все эти американцы. У нас же у нас есть. Да, конечно. Лучше русского мужика кто где что-то. Спасибо. Ну, о чем ты говоришь? Ах, как хочется вернуться, Ах, как хочется ворваться в городок. Ах, как хочется вернуться.